друзья всем привет сегодня у нас очередная часть снимала две части в один день но не знаю когда выпущу в общем солнце уже уходит это вот плохо а завтра не знаю будет у меня время или нет в общем все что я хотела вам показать сегодня это старичок в корейском стиле седум пахифилим такие интересные виноградинки вот оголенные стволы это результат содержания дома без досветки то есть он у меня две зимы вообще стоял без досветки как я не старалась его не поливать все равно он естественно вытягивался но потом когда он попадал в хорошие условия на яркое солнце он стал компактным ну и знаете такой вот у него интересный очень вид сейчас мне его даже жалко трогать вот мне нравятся такие коряги с обросшими макушками но придется мне его все-таки обрезать и посадить в один горшок вот эти все головы потому что места нет смотрите просто огромное место он занимает и так вот он вытянулся в одну сторону я не знаю даже куда его поставлю на полку вот у меня полка вот прям прям по ширине полки один горшок но это же конечно недопустимо в моих условиях поэтому придется его кромсать а так седум прикольный очень прикольный красные кончики у него такие грозди у него интересные и вот эти вот пальчики как виноградинки ну милейший конечно седум вообще седума все интересны кстати здесь не один седум здесь еще черенок вот от другого седума вот он это совершенно другой вид седум седум не помню название поставил на паузу хотела вспомнить но не помню белка да уйди ты ради бога в отличие от этого у него помощней налет кончики у него не краснеют и когда он растет и когда он становится большой то вот если смотришь на него сверху то у него листья загнутые по спирали вот вот так вот у него листья тоже интересный очень был седум был 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 вот все что от него осталось это вот эта коряга и вот тут маленькие еще деточки но они удивительно живучие седумы очень живучие очень вот смотрите он не полит тут еще куча каких-то детей даже не знаю каких может быть топси турви может быть еще чего-то тоже уже максимально съежились уже им влаги совершенно нет уже у них тут миллион воздушных корней вот ее сейчас бери эту детку сажай и она попрет с бешеной силой потому что она дорвется до влаги влаги и никто не дает почему-то не знаете почему и я не знаю вот это вот тоже что-то тут непонятное а это короче он упал вот это вот штука она упала видимо просто и сам он дал корни сам укоренился и вот осталось только его полить но их очень много очень и очень мест и мне столько не надо вот честное слово не надо хоть он и классненький но мне столько не надо ставила седум на место и оторвала макушку ну вот как всегда это вот такое размножение ненужное совершенно следующий горшок это корейцы которые меня приезжают которые сразу не раскупают я их здесь в этом горшке укореняю они приходят в божеский вид и все и становятся красивыми сейчас я вам расскажу что тут есть и кто тут есть сейчас сначала выставлю на солнце так чтобы посмотреть их цвет в реальности не дотянулась уже все убегает солнце ну вот вот такой садик ой плохо посажен вот этот надо его пересадить ладно буду без солнца так что здесь у нас есть здесь у нас вот он пахифитом аметистином вот этот это эхиверия не он брекерс это 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 с доверия маркус это эхиверия вот это и вот это эхиверия он слову я не знаю может быть даже одну голову я оставлю себе если будет место на полках если не будет то конечно же буду продавать это эхиверия атлантида вот эти вот эти два растения была еще одна розетка она уехала колечки колечка привет в общем я их посадила я их как бы после того как пришла корея их сразу заткнула в этот горшок и был пасмурный день думаю ну пусть они пока тут побудут а на следующий день выгляну солнце я вовремя не убрала и они за два часа наверное сгорели сгорели дотла то есть солнце их сожгло вообще полностью это было наверное месяца два назад и здесь вот даже в самом центре были сгоревшие листья вот это вся листва которая наросла на этой розетке за два месяца то есть розетка полностью восстановилась вот самый тут вот нижний листик вот он обожженных вот он этот листик он был в самом центре вот здесь видите как быстро она реабилитировалась но достаточно быстро примерно за два месяца уже такая красивая голова мне очень нравится форма этой розетки форма листики прямо такая розочка милейшая с красной окантовочкой с иголочками на концах красивое растение так это хиви похиверия по-моему амаена варегатная тоже на вот сейчас на реабилитации она принялась она доступна в продажу но я ее не выставляю потому что у меня там нет места моих 17 объявлениях нет места для всех растений поэтому некоторые там не выставлены вот это это что у нас это из последней кореи было по моему пять розеток вот осталась маленькая 1 хиви ри там какой-то ангел достаточно тоже прикольная розетка прикольное растение это вот не знаю чего там заткнуто это какая-то креста . махонькая может быть даже моя детка но я помню она тут давно у меня уже сидит месяца три наверное подросла была прям вообще пуговка не видно а это наверное за рогоза тоже это от моей розетки детка так что у нас тут еще это эхиверия пикокис обсисились это которая неудачно хотела ехать к роману а попала в какую-то другую посылку это вот вторая розетка то была большая это поменьше она долго тоже у меня мучилась болела не знаю не принималась но сейчас принялась цвет у нее обалденный конечно цвет у нее просто бомбический вообще очень классное растение очень красивая налет у нее и форма сама и листьев и розетки и вообще замечательное растение вот она уже укоренилась и достаточно крепенькая наращивать себе компактную макушечку так в общей массе смотрится неплохо не помню как зовут вот эту что-то на а болтается в голове невозможно их все упомнить невозможно это вот седум который я показывала вам в прошлой части которых с пахефилиумом рядом растет тоже макушка торвалась я его сюда засунула такой прикольненький стоит кончики рыжие листики пухленькие это детка по моему вот от этой эхиверии так это вот вообще суперская красула которая меня намахал кореец короче пришла вот такая красула по цене большой и тут пять листьев не в общем она у меня сейчас будет укореняться и расти естественно никакой продажи речи не может быть мало того она пришла как пуговка так она еще добавок была вытянутая и в общем она подлежит долгой долгой реабилитации это вот не знаю что торчит совершенно не знаю что торчит но такой меня нет это я деточку себе оставлю посмотрю что из нее вырастет я даже не знаю что это откуда откуда она взялось вот понятия не имею вот эта розетка не помню как называется но такая она тоже интересная вся на колючая листики у нее шершавые все колюченькие она здесь нари на реабилитации потому что точно так же как и вот эту атлантиду я посадила ее вместе и и солнце и и спалила спалила дотла эти листья которые здесь остались это сгоревшие на на самых концах которые были вот здесь в центре розетки они были просто вообще дотла сожжены и вот она сейчас восстановилась тоже прошло наверно месяца два как она восстановилась ну стал уже такой хорошенькой розеточкой очень интересный у нее опушение по всему листу смотрите с тыльной стороны листа и с внутренней стороны листа такая на колюченькая очень интересная не помню как ее зовут найду фотку найду не найду название вспомню название у меня где записано в какой-то в переписке что ли с девушкой потому что розетки шить и покупались их было много а это вот одна которая осталась сгорела вот этот садик ой садоверия маркус вообще вывалилась сейчас видео сниму посажу вот друзья все вот эти растения вот в этом горшке они продаются смотрите вот это очень как бы такой экономный вариант экономных для места плотная посадка растение себя прекрасно здесь чувствуют а вот это еще не сказала это что у меня было что же у меня было это какой-то гибрид тоже гибрид по моему сейчас сейчас вспомню гибрид их и вере шампань вот начала она уже розоветь у меня симпатичная становится не будет тоже классная а вот тут вот агавоид на еще торчит двойняшка с красными кончиками тоже интересная одна крестата уехала к алине по моему алина привет а вот эти вот маленькие двойняшки остались это кстати уже с корнями я сегодня смотрела этот горшок проверяла с корнями вот это растение но они практически все уже с корнями вот эти сто процентов с корнями они уже здесь долго сидят она была не очень красивая сейчас она прям максимально распушилась вот это не он брейкерс вообще классная стала белка что мы с тобой еще покажем белочка белочка что мы с белочкой покажем а белочка белочка муха ты сколько так покажем мы наверное что мы не показывали это вот я пересадила себе растение смотрите это вот уже мы приготовились с ними в зиму так они хорошо влезли в поддончик у них белый поддон такой все они сюда прекрасно влезли поближе покажу телекадон начинает оживать смотрите уже у него на кончиках листья на кончиках побегов появляются красные точечки яркие это значит что растение приходит себя и оживает это растение но летом спит зимой осенью ранней весной растет а потом впадает стагнацию адромискусы тоже у меня уже вот эти принялись я покупала много растений вот одно из них оставила себе и вот уже листики маленькие полезли уже вот эти вот красненькие пуговички это вот уже наросли вот в этом горшке это красула беркли это авония бумажная так это что у нас это у нас адромискус кофебин тоже вот уже принялся и начал выдал мне яркие листики красавчик мой красавчик уйди отсюда убери морду это вот хеверия атоме смотрите как интересно заполоняет горшок просто плотно 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 с одной стороны прям такой уже бугор здесь вот оттуда я помню продавала розетку сейчас бы она прям уже весь горшок бы застелился прикольная такая мимишный мне на так нравится вообще чудесная это хеверия атоме самая маленькая хеверия в мире вот смотрите вот розетка и вокруг нее сколько уже детей это вот взрослая розетка горшок здесь 7 сантиметров вот смотрите ее размеры обалденная на солнце у нее листья блестят серебром переливаются так здорово но солнце уже ушло даже если вытянусь уже не достану это здесь у меня просто дети укорененные это хавортия какая-то там окошечная гибридная ну редкий сорт я его заказывала не знаю где заказывала в украине по-моему заказывала вот такая у меня большая есть в общем кому нужно вот эту детку я вам ее отошлю это и уфор биоглобоза гибридная а это мне подружка нелечка отписала в арегатную гастерию ну что-то она у меня никак никак не укоренится пока вот стоит в одной паре так а это красула забыла я как ее зовут но очень классная очень классные побеги у нее розоватые вот здесь но плохо солнце нет не знаю переснимать тоже завтра нет времени настоящий окрас как бы но нет не покажу я вам настоящий и окрас вот я глазами вижу за камерой что вот эти вот побеги у нее сиреневого цвета сиреневые сиреневые стволики все сами сиреневые пушистая на на солнце она блестит вообще великолепная красота такая есть продажа кстати вот она же вот это у меня мельче почему-то но видимо вот она росла в таких условиях она у меня мельче а вот в продаже красула они здесь побольше пожирней тот же самый вид вот вроде как резкость есть смотрите красивые очень красивые пушистые такие прям потрогать их можно обалденные вот эти вот все растения они в продаже вот это сегодня уедет тоже мне вот этот вид очень нравится у меня вот там в том ящике стоит такая большая хиверия и вот здесь вот это поменьше это хиверия миранда гавоидес красно-оранжевые кончики у нее не тянется вообще гавоиды а гавоидные вообще не тянутся вот белые крапинки это результат полива удобрением причем я не специально лила то что вот попадала нечаянно то и есть очень мне нравится blue bird blue bird у меня вот эта крупная розетка наверное я и себе оставлю может быть не оставлю и есть еще у меня практически такого же размера может быть чуть поменьше уже дети в том горшке не знаю дотянусь нет вот в центре голубая сидит очень красивые растения очень замечательные на лед у нее такой кончики красные прям такая она вся дерзкая например как будто улыбается плохо плохо нет солнца без солнца это вообще это уже не то так ну что мне еще показать то я не знаю что показать а давайте вам вот эту покажу это у меня их и вере а амаена албакарина то скобках это вот дитё не знаю длинноногая чьё а вот эта розетка у меня выросла из листа вот из этого из красного и розетка это крестатная я ее хотела сначала продать потом смотрю что она у меня крестатная и решил оставить себе вот посмотрю как она будет у меня развиваться в моих условиях может быть раскрестатиться может быть не раскрестатиться но экземпляр достаточно интересное это детка вот от этого материнского растения вот эхиверия маена албакарината и вот здесь уже такие пошли у нее мутированные листики вот острые внутри смотрите острые беленькие может быть даже из-за вырегатится не знаю ну такой интересный интересный экземпляр я ее кстати только сегодня пересадила росла она у меня вот в этом горшке с детьми вот там сейчас проплешина такая вот там она росла занимала прям много места вот теперь она у нее отдельное жилье это эхиверия полюкс тоже такие загнутые круглые листья с острыми клювиками мощный налет растение вообще не тянется никогда не тянется даже можно держать его на западных окнах с ним ничего не будет это колонхой ромбопилоза это 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 адрамискус ауберджин что тут еще то есть это вот пахифит он восстановился у меня было их много все они поразъехались а вот этот пахифит он его подпалил у меня солнце то есть вот голый ствол это там где были обожженные листья вот один остался вот этот коричневатый он как бы не очень пострадал я его решила пока оставить то есть у него не было вообще листьев вот эти листья уже наросли после ожогов становится такой интересненький пухлые листики жирненькие розоватенькие замечательный и кстати те обожженные листья деток у меня от него не дали вот они сейчас лежат и не знаю вот засохнут корни дали а деток нету это их и верия кэрол вы наверное помните я вам рассказывал что пришли растения в посылке которые болтались вообще в коробке как им хотелось и вот эти розетки пострадали очень сильные вот эти еще не очень а были еще сильнее вот те они ушли по уценке но потом как выяснилось они и эти тоже были такие же максимальным квадраты и потому что когда сок засох с листьев листья почернели но вот макушку уже она наращивает компактную смотрите вот если приглядеться они будто посыпаны сахаром каким-то кристалликами такими вот моя розетка такая же такой же вид вот этот вид я заказывала в корее наверное в самую первую свою закупку вот она с тех пор достаточно медленно растет но сахар меня этот завораживает просто классные это горшок детский сад детских садов у меня много горшков какие здесь виды то вот на нас смотрит зеленая с красными кончиками садоверия летиция вот здесь тоже она но она отличается она очень яркая тут много нро неопознанно растущие объекты я не знаю даже что это за растение это вот как же ее как же как же ее эхиверия фретайвс вот ее мамка вот она растение растение которые пойдут в продажу у меня нет просто место размещать в объявлениях все виды этот пень уже все он уже иссякает этот пень вот он уже себя изжил уже журился весь хиверия амаена албакарината ну вот это вот это 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 детка по моему куспидаты ну по крайней мере на нее очень похоже не куспидата зарагоза а именно куспидаты это по моему детка по хивере драка где то еще она у меня была так вот это не помню кто ну какой то кореец который родился у меня из листа вот такая получилась тройная вроде как закрестатилась потом вижу отдельные головы не знаю что это за вид сухой лист тоже отвалился записаны стоп сейчас найду нет на этом листе написано нюра это явно не нюра вот чем хорошо подписывать листья когда детку сажаете даже если лист засыхает вот смотрите подписано гелевой ручкой то все равно можно потом прочитать что здесь написано вот я его специально этот лист не отдираю пока не станет явно заметно что это за детка вот это детка эхиверия 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 фиона по моему фиона да фиона по моему ну не буду читать сейчас время тратить да от 11 апреля вот представляете вообще не растут дети 11 апреля мая июня июля августа 11 сентября пять месяцев вот этому карапузу пять месяцев это ж ужас вот этот детский сад он поярче покрупнее здесь растения ну потому что почему ярче потому что крупней потому что цвет эхиверии наращивают тогда когда становятся уже более взрослыми это эхиверия мелака это 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 блубирд это еще не было их в продажу но их я не знаю пока еще рановато срезать не знаю просто они наверное еще даже не укоренятся это это грабтоверия миссис ричардс у нее окрас всегда пятнами вот смотрите пол листа зеленая пол листа красная мамка ее стоит на кухне это пень пень она у меня вытянулась зимой остался пень и вот тогда когда я срезала все эти растения по моему даже я видео снимала вот наверное с апреля вот эти дети растут на пне очень очень туго очень не знаю с чем связано может быть здесь грунт у меня слишком каменистый для детей даже не знаю это вот купиды подрастают это седверия летицы это луэла там вот нюрк проглядывает по моему да нюрка это грабтоверия грабтоверия титубан сварегатная тоже детка от пня от листа это эхиверия не дает причем она одна единственная от пня получилась в одном экземпляре ну прям максимально такая белая-белая ну с зелеными листиками тут получается пополам она идет зеленцой а здесь вот чисто белые листья такой достаточно сильной варегатности у этого растения это блубир торчит это по моему мелочата мелаку это грабтоверия деби тоже скоро будет в продаже уже подросли детки это эхиверия лилоцина вот мамка ее но она порозовее вот сейчас камеру ее снимает серая она порозовее вот деточки такие очень красивое растение упругие листья такие это вот нюрочка это это мобина сегодня это мобина уезжает красные кончики у нее уже вот уже чем больше детка тем вот маленькая детка еще не очень заметно да от мобины а чем она больше вот у нее уже появляется краснота и дальше больше это эхиверия суп корембоза я думала у меня ее нет она оказывается у меня есть вот одна детка ну в продаже ее естественно нет не выставлена она так это эхиверия вот у меня лау из листа это камера это поймать вон лау из листа это помните я снимала видео когда у меня погибла лау вот от той погибшей мамки наверное листьев пять или шесть дали деток две наверное или три у меня укорененые то есть они долго долго лежали месяца два потом вот наросли на них детки появились пупырки а некоторые я просто по собственной халатности я их просто загубила ну надо было на них над ними поплясать с бубном а я не плясала вот и не укоренила это кстати тоже я просто кинула сюда приживется не приживется ну потому что ну куда мне их девать ну я не знаю если конечно ставить цель такую разводить из листьев деток то можно эту цель достигнуть максимально но у меня такой цели нет вот он отвалился этот лист откуда он отвалился вот фиг его знает он же даст дитё это ужас просто вот это эхиверия мелака она в пятнах вся это от от удобрения которым я поливала ну и вот вот такой вот яркий детский сад а вот это еще растение это эхиверия это эхиверия purple pair это какой-то там родственник перл фон нюрберг но даже не вот этот вот у меня где моя нюра вот моя нюра вот эхиверия перл фон нюрберг это эхиверия purple pair вот разницу видите листики здесь такие вытянутые и она ярче чем нюрка бывает намного вот не знаю ну просто не хочу сейчас я их вместе ставить опять вынимать опять тревожить растение ну так видно да что вот это даже поярче розетка а это еще темнее вот смотрите это еще темнее еще ярче у меня есть такая розеточка маленькая то есть как маленькая голова от вот этой но голова то у меня практически вообще не выросла с того момента как я ее срубила она еле еле укоренилась и она вообще вот ну как стоит так стоит вот сантиметра наверное три или четыре на кухонном окне где-то там в обзоре она была в самых первых обзорах было стало а вот эта голова на пне выросла за лето достаточно такой прям крупной но я ее не срубаю она не продается потому что вид этот очень и очень редкий я больше такой нигде не видела вот и дело в том что от листа вот если оторвать лист от листа вот эта розетка даст обычную перфон нюрберг то есть вот такого окраса насыщенного фиолетового такого налета и такого цвета у этой розетки не будет у детки от листа только вот если срезать спня а так как она у меня спня одна единственная то я пока ее оставлю себе в цели целях подстраховки потому что что-то с моей стой вообще неладное творится может быть даже срежу эту и посажу но пока пусть она так сидит так так и вот этот вот яркий красивый экземплярчик это каланхоя розеи листья у него очень и очень зубчатые смотрите прям такие зубцы будто действительно вот вырезаны ножницами специально где же показать то ну вот прям видно да прям такие острые острые листики потом которые старше становятся на них на некоторых появляются вот даже детки на старых листьях вот смотрите на молодых нет вот такой интересный каланхойчик классненький вот еще два детских сада ну что тут можно о них рассказать вот будут кстати вот эти дети вот листья вот эти вот которые лежат вот они вот они вот они вот они они медленно но верно превращаются в красивое растение красивое растение это вот более взрослая более взрослая детка я вставлю фотку мамки его в продаже нет но наверное там не знаю может быть что то уберу и выставлю потому что у меня их много они занимают много места но растение обалденное я ужасно переживала когда погибла у меня эта розетка и вот из листьев за лето вот эта куртинка выросла вот эта куртинка выросла и вот эти листики пока вот детей дали теперь дают корешки но я думаю что они тоже приживутся растение обалденное называется это эхиверия блухерон голубая цапля вообще суперская это вот барон болт подрастает это барон болт не от моего из листа а от корейца который у меня был и которого сожрал трипс так это вот эхиверия верона двойная голова причем не делится пока вот если покупать в продаже она только двойной пойдет потому что невозможно еще разделить ну и тут тоже вот нюра там кто у меня там еще то стоит растет не знаю пахиверия драка там много претин пинг маленькие вот швианки но они пока еще очень маленькие фабиола луэла блубирт пикокис апсисилис вот маленькая детка слева это вот нро похож на пахиверию шейдекери ну мне кажется шейдекери здесь не должно было быть тоже фабиола это швианки все ну в общем дети и дети это вот седум седум не помню как он называется на букву Р по-моему прикольненький миленький такой классненький для садиков вообще замечательный форма листьев у него сам он весь из стволов у него волосяночки вылезают листики сами опушеные ну все друзья это вот был очередной обзор моих детей и корейских суккулентов которые в продаже всем здоровья добра радости осеннего настроения потому что осеннее настроение когда смотришь на листу вдыхаешь воздух вот этот осенний какая-то эйфория все равно так же как и весной всем пока пока спасибо за просмотр вот и и и и и